Кассета вторая. Столб православной церкви. Иоанн Кронштадтский, всенародно чтимый пастырь и праведник. Страница 261. Какое чудное общение! Какое счастье и блаженство нашей природы в этом принятии Христа внутрь себя! Очищение, обновление, мир, величие, свобода, слава, жизнь и бессмертие! О, бедные, бедные люди! Чего вы лишаете себя пустыми предлогами суетных житейских попечений? Говоришь, я недостоин, грешен. Покайся, здесь очистилище, здесь Сын Божий, пришедший в мир, спасти грешных, а не праведных. Говоришь, я занят, не имею времени. Шесть дней делай и твори в них дела твои, а хотя один в неделе седьмой, удели Господу Богу твоему. Воздавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Упразднитеся и уразумейте. Для всего мы находим время. Для пищи и питья, для отдыха и покоя, для дел житейской суеты, для забав, театров и греш, нередко вредных и греховных, в угождение страстям нашим. Для всего есть время. А посетить храм Божий, отслушать с надлежащим вниманием божественную литургию, тем более поговеть и причаститься святых тайн, нам нет времени, нет досуга. Между тем мы знаем, что первых времен христиане были всегда в храме, хваляя и благословляя Бога. Знаем, что они приступали к святой трапезе каждую неделю, каясь и исповедуя грехи свои вслух пред всей церковью. Так пишет отец Иоанн, так проповедует в церкви, так учат в домах везде, где бывает, и, собственно, своим примером подтверждает свое учение. Сам ежедневно более 35 лет приобщаясь к святых тайн, за исключением тех дней, когда он бывает в дороге. Итак, вот этому-то ежедневному приобщению он и приписывает ту силу и крепость, которая поддерживает и ободряет его в изумительных его трудах среди обширной деятельности. Господь подкрепляет меня, с которым ежедневно я соединяюсь через святое причащение. Иначе где бы я мог почерпнуть силы до таких постоянных усиленных трудов, которыми стараясь служить во славу святого имени его и во спасение ближних моих? Замечательная молитва отца Иоанна перед совершением богослужения, записанная им в дневнике. О, святейшая, всемогущая, всеблагая глава церкви своей, Господи Иисусе Христе, Альфа и Омега, начало и конец, Дай мне недостойную благодать совершать святыню Твою, То есть богослужение Твое свято, мирно и твердо, Очисти сердце мое от всякой страсти и от всякого навета вражия. Воспламеняй меня небесным огнем Твоим, И не только меня, но и всех предстоящих и молящихся Тебе со мною во время моего служения. Смиряй сердца надменных века сего, Покори умы их Твоей истине и сердца их Твоему слову. Воссозидай, обновляй людей Твоих, Господи. Я немощен, но Твоя сила в немощах моих досовершится. Когда причастились все сослужащие, Отец Иоанн приступил к раздроблению святого Агнца для причещения мирян. Раздроблял Агнца он с необыкновенной быстротой. Служебнике не положено никаких молитв в данном случае. Но чтобы во время такого святого дела не смущали душу его какие-либо праздные мысли, Отец Иоанн снова шепчет молитвы. До моего слуха доносились отрывочные выражения из канона Симеона в Агафета «На распятие Господней и плач Богородицы». В ряду многофисных пастерских подвигов отца Иоанна самым важнейшим, несомненно, было богослужение – молитвенное предстояние пред Богом. Посему мы с особой подробностью останавливаемся на богослужении, совершавшемся великим молитвенником земли русской. В этом отношении очень ценны воспоминания покойного сослуживца в течение 12 лет и преемника отца Иоанна по настоятельству в Кронштадтском соборе отца протоиерея Александра Попова, умершего 19 мая 1912 года, пережившего своего предшественника лишь тремя годами с небольшим. Воспоминания эти были опубликованы в церковном вестнике 1910 год, номер 33. Вот что сообщает почтенный протоиерей о богослужении отца Иоанна. Покойный отец Иоанн ежедневно совершал божественную литургию во вседи Великого Поста прежде освященную. Обыкновенно он служил ранней литургией, и только в редких случаях великие престольные праздники позднюю. В первый день Святой Пасхи совершал литургию в 8 часов утра. Приготовление ко Святому Причащению состояло в вычитывании всех стихир и канонов дня или праздника. Он вычитывал их сам на клиросе и вместе с соломшиком. Пел стихиры и тропари. Часы вычитывались постольку, сколько это требовалось самым временем для совершения проскомидии. Иногда считался один час, иногда один час и несколько псалмов другого. В дни общей исповеди причастников было около пяти тысяч человек. И тогда отец Иоанн божественную литургию совершал на четырех и на пяти агнцах. И соответственно всему на четырех и на пяти чашах, благословляя агнцы все вместе и чаши все вместе. Так как отец Иоанн любил щедро приобщать святыми тайнами, то агнцы употреблялись большие в пять фунтов в каждой. И чаши тоже большие, по четыре бутылки вина в каждой. Святой агнец заробился на частицы довольно крупные, в пять-шесть раз больше, чем принято обычно. Приобщали в трех пределах. Служба, начавшаяся с утренней в пять часов, продолжалась до двух часов дня. При совершении божественной литургии высокое молительное настроение отца Иоанна разрешалось или радостью и сиянием на лице, или скорбью и слезами. После благословения честных даров он обыкновенно любил громко произносить слова «Бог во плоти явился! Слово стало плотью!» Причастившись святых даров, отец Иоанн исполнялся такой радостью, что начинал рукоплескать. У вечерней и всеночного бдения отец Иоанн бывал очень редко. Он любил служить утренне и непосредственно след за ними совершать литургии. Когда отец Иоанн совершал позднюю литургию, тогда он приезжал в храм за полчаса до звона и служил саму утреннюю. Она начиналась с шестопсалмием. Все и к тенее опускались. После «Бог Господь» и «Тропаря» отец Иоанн, опуская псалмы, вычитывал стихиры на Господе в озвах из вечерней, на стиховне, на хвалитех. И начинал канон, после которого следовало великое словословие и отпуск. Пение и чтение отец Иоанн любил громкое. Он был глуховат и нерастянутое. Обыкновенное обедение без причастников у него продолжалось около часа. Много времени после обедни уходило у него на чтение писем и раздачу денег просителям. Хорошие голосисты диаконы и певчие получали от него нередко денежную благодарность. Певчие больше, и два-три большие, и два-три альта, которые пели у него ранние литургии, обыкновенно каждый раз получали от отца Иоанна 12-15 рублей. Проповодие отец Иоанн произносил во все воскресные праздничные дни и довольно часто в будничные дни. В большие праздники, когда в Андрейском соборе было большое собрание, он приготовлял проповеди раньше, печатал их и в церкви произносил по-печатному. Первые проповеди экспромты действовали на слушателей сильнее. При чтениях и печатных у него заплетался иногда язык. Поэтому чтение Евангелия на всеночных и молитвах на торжественных молебнах он возлагал на своего помощника, вашего покорного слугу. Отец Иоанн любил осенять себя крестным знамением без поклонов. Нередко делал поклоны без осенения крестным знамением. Земные поклоны он делал и на коленах оставался иногда несколько минут, касаясь челом края престола или жертвенника. В частных домах отец Иоанн совершал молебны самые краткие. Воду освещал через погружение креста со словами «Освети воды сию Духом Твоим Святым». Молитвы читал составленные им самим прежде или ту же, или импровизированные и принаровленные к данному случаю. Последним моим замечанием, достойным подражания с нашей стороны, пусть будет то, что отец Иоанн во всех своих поездках брал с собой Новый Завет на русском языке. Теперь выслушаем воспоминания другого сослуживца отца Иоанна по Кронштадтскому собору. Я не стану повторять того, что уже было написано. Я остановлю внимание читателя на том, как совершал богослужение отец Иоанн именно в последние три года его жизни, с 1906 по 1909, чему он был сам свидетелем, очевидцем. Прежде всего, меня поразило то обстоятельство, что отец Иоанн совершал богослужение ежедневно, и это несмотря на свой преклонный возраст и болезненно-мучительный телесный недуг. Как я потом узнал, эти ежедневные богослужения отец Иоанн совершал в течение последних тридцати лет. Поистине, это был избранник Божий, ежедневно возгревавший дар благодати, полученный им через рукоположение во Иерее Бога Живого. Обыкновенно отец Иоанн служил ранней литургией, которые ему были разрешены высшей церковной властью, так как в Андреевском соборе, как не кафедральном, ежедневного служения двух обеден не полагалось. Любовь к ранним обедням — это было тоже особенностью отца Иоанна. Приезжал, а не приходил, потому что толпы народа всегда преграждали ему путь, даже и на лошади. Пешком же ему было бы по этой причине ходить совсем невозможно. Отец Иоанн в собор утру глубоку, иногда раньше всех. Если же иногда по причине очень сильных приступов болезни я опаздывал на несколько минут, то утренние начинали и без него. Так как он простодневных утрен никогда не служил, а только читал на клиросе и пел вместе с псаломщиками. Этих последних, кроме соборных, всегда приходило несколько человек из других церквей города Кронштадта. Так что утреннее при дорогом батюшке проходило не при сольном пении одного псаломщика, как это бывает обычно, а при стройном пении нескольких хорошо спевшихся псаломщиков. Разумеется, труды их оплачивались щедрой рукой отца Иоанна. Ну вот, батюшка подъезжает к собору. Алтарный сторож всегда встречает его, помогает войти, раздеться. Приложившись к святому престолу в правом пределе и посоловав в святой крест, батюшка направляется в главный предел, а затем и в левый, где обыкновенно служили простодневные утренню. Приложившись к святым престолам, отец Иоанн сам начинает со всеми здороваться, начинает со священнослужителей, приветствуя их возгласами «Доброго здоровья! Здравствуй, отче!» или «Здорово, дружище!» С приходом отца Иоанна в храм, все как-то все стрепенутся, насторожатся, в народе начинается волнение. Дорогой батюшка будет причащать. Значит, нужно занять местечко поближе к Амвону, а то так и на самом Амвоне. Если принять во внимание, что за службами отца Иоанна всегда бывало много народу, как местного, так и приезжего, то станет понятным тот шум и волнение, которое происходит при пропуске этого народа на ранее определенные места. Это, конечно, отзывалось и на самом служении, иногда мешая священнослужителям, так как голоса их заглушались криками и шумом напирающей толпы. Но что делать? Приходилось со всем этим мириться, осознавая, что это неизбежное явление при всех подобных случаях. Объясняется, с одной стороны, ревностным желанием каждого попасть за решетку, так как иначе можно было остаться не причастившись, то к этому-то все и стремились. А с другой, малокультурностью нашего простого народа, который любит таки потискаться, не жалея ни себя, ни соседа. Но вот утренняя началась. Батюшка с начала и до самого канона молится в каком-либо из пределов, а к канону своей легкой и натвердой походкой выходит сам на клирос и читает прилучившийся канон. Мне пришлось слышать это чтение в первые годы служения. Но в последнем, в 1908 году, по чрезвычайной слабости здоровья отец Иоанн Канона уже не читал. Всем имевшим возможность слышать это чтение. Памятна маленькая, но дышащая богатырской силой духа фигура батюшки среди шести семи псаломщиков с его любимым жестом, прикладыванием сжатой руки к подбородку. Всем понятно его особенное порывистое чтение, скорее разговор, так поражающий слух неожиданными интонациями голоса, то резко крикливыми, то быстро стремительными, то раздельно медленными, то ласково певучими. Иногда во время чтения канона батюшка обращался лицом к народу, делая краткие, но сильно выразительные замечания по поводу читаемого, чтобы сделать это читаемое более понятным для молящихся. Кроме канона, отец Иоанн иногда выходил читать и положенные стихиры. Все это, конечно, для того, чтобы уяснить молящимся смысл и значение тех церковных чтений, которыми ежедневно прославляется тот или другой святой, воспоминаемой православной церковью. Затем, после канона, отец Иоанн по обыкновению один читает входные перед литургией у молитвы и начинает облачаться в свои ризы, которых у него было много и среди которых были очень ценные. Так что, по словам людей сведущих, ризница Андрейского собора благодаря многочисленным жертвователям является довольно редкою. Для свободы движения, не надевая пока филоня, он, отец Иоанн, начинает тихо, сосредоточенно совершать проскомидию. Особенно тщательно, со всем усердием он приготовляет святой Агнец, придавая ему устойчивый и гладко обрезанный вид. Несколько раз примеряет, хорошо ли он стоит на святом дискосе, Так же, не торопяясь благоговением, вынимает он частицы из прочих проскомидных просвор, ничего не говоря вслух, но молясь оттайною, сердечно-умною молитвою. Иногда, дорогой батюшка, обращался к присутствующим священнослужителям с краткими замечаниями. «Как хорошо все у нас, отче!» — говорил он кому-либо из священников. «Великое это дело, проскомидия, приготовление святого Агнца. Ведь здесь, на святом дискосе, целый мир. А у других католиков-витеран ничего подобного нет. У них нет проскомидии». Когда все частицы из проскомидных просвор вынуты, тогда батюшка вынимал несколько частиц из подаваемых ему прихожанами просвор, причем иногда просил не говорить вслух имен поминаемых. «Зачем говорить имена громко? Говорите про себя. Ведь Бог-то хорошо знает, кого вы хотите помянуть». Но это бывало не всегда. Иногда же он выслушивал из слух произносимые имена поминаемых. Когда частицы все были вынуты, из-за множества других просвор частицы вынимались обыкновенно другим священникам. А иначе батюшке пришлось бы на одно это употреблять много времени. Отец Ян возглашал «Кадила! Кадила!» Сослужащий дьякон подходил к святому жертвеннику с кадилом, причем, дорогой батюшка, всегда обращал внимание, чтобы кадила было не глухое, то есть с горящими углями, и чтобы в нем было довольно фемиама. Иногда по поводу такого заглохшего кадила батюшка говорил дьякону, «Это кадила – образ наших сердец, и они бывают такими же заглохшими, холодными, бесчувственными. Разогрей, Господи, наши сердца, чтобы они поменели любовью к Тебе». При заканчивании проскомедии отец Ян также не произносил молитв вслух, и только по его благоговейным наклонениям головы видно было, что он горячо молится своей тайной молитвою, а дьякона просил говорить громко. Затем по прочтению часов начинается и божественная литургия. Обласившись в Филонь и Митру, отец Ян читал опять-таки про себя положенные молитвы, благословлял сослужащих дьяконов, и, обращаясь к священникам, которые нарочно приезжали к нему для совместного служения, громко провозглашал, «Благословите, отцы святые, богоугодни совершить мироспасительную, душеспасительную, божественную литургию». По отверзению царских врат, которые и оставались отверстыми до прочтения Святого Евангелия, по возрасту дьякона «Благослови, владыка!» Отец Ян, стоя перед Святым Престолом и в полуобороте к народу твердо, раздельно, проникновенным голосом, идущим из глубины сердечной, провозглашал, «Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков!» делая особое ударение на словах «Благословенно!» и «Веков!» Певцы, которые обязательно пели каждую раннюю обедню за особое от батюшки вознаграждение, дружно и стройно отвечали «Аминь!» И служба Божия начиналась. Дорогой батюшка вообще не любил медлительного тягучего служения, а ввиду своей тяжкой болезни он раз, но всегда поставил всем за правило, как отцам-диаконам, так и певцам, чтобы они не тянули, а служили и пели проворно, бойко, но в то же время, конечно, ясно, внятно, громко, а главным образом сердечно. Разумеется, трудно исполнить все эти требования, но с Божьей помощью по молитвам Отца Иоанна служба всегда исполнялась, хотя и без затягивания, но молитвенно, горячо, сердечно, с благоговением, чему главный пример подавал прежде всего сам батюшка-отец Иоанн. Он не отправлял только службу, но всем сердцем, всей душою, всей мыслью своей уходил в молитвенные воспоминания всех событий земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, которые символически изображаются в божественной литургии. Некоторые возрасты после Ектинии батюшка предоставлял служащим иереям, что давало ему возможность еще более погружаться в молительное созерцание божественных тайн всемирного домостроительства. Затем батюшка со всем вниманием прослушивает чтение апостола и евангелия, иногда слегка кивая головою в знак подтверждения божественных словес. А диакону он требовал чтения не только громкого, но и сердечного, чтобы говорить не только уху физическому, но и уху сердечному, внутреннему. Не затем читается Евангелие, чтобы только бить воздух громогласием, но и бить также по сердцам. Это особенно важно и ценно, говорил отец Иоанн. Но вот начинается пение херувинской песни. Плавно и трогательно льются звуки этого чудного песнопения. Прострев руки к божественному страдальцу, изображенному на раскрытом святом антименсии, и весь ушедшую в глубину непостиженной тайны искупления рода человеческого, с закрытыми глазами, да он их редко и открывал, тайно молится отец Иоанн, причем все молитвы он читает не по служебнику, а наизусть, вообще до служебника не касается. Нередко вынимает платок и отирает катящиеся по лицу слезы. Этих нелицемерных свидетелей действительно пламенной, искренней молитвы и сердечного умиления. Разумеется, и все сослужащие с ними Иреи и Диаконы возгреваются этими слезами, и нередко можно было видеть некоторых из них тоже плачущими. Какие трогательные минуты в жизни священнослужителя? Глядя со стороны на такое служение, невольно подумаешь, да, вот истинное богослужение. С искренней сердечной молитвой, с искренними слезами раскаяния, с теплой верой, с нелицемерной любовью. Только таким и может быть действительное богослужение. С печальной торжественностью совершается далее великий вход шествия Господа Иисуса на крестные страдания. С этого момента отец Иоанн как бы вводит себя в свидетели последних дней жизни Иисуса Христа. Ранее в этой части божественной литургии отцом Иоанном вставлялось много от себя составленных молитв, которые все собраны им в его книге «Моя жизнь во Христе». Но мне этих молитв уже не пришлось слышать по той, может быть, причине, что он в последнее время все молитвы произносил тайно. После Великого Входа и до пресуществления святых даров молительное настроение отца Иоанна становится все более повышенным и все его духовное существо сосредоточено на одной мысли о предстоящем, величайшем чуде присуществления хлеба и вина в причистое тело и причистое кровь Господа нашего Иисуса Христа. И, видимо, он желает поднять и весь молящийся народ до высоты духовной. Его возраст «Горе имеем сердца!» так электрическая искра пробегает по всем сердцам, уснувшим, загловшим, оплотинившимся, а, может быть, и оскотинившимся. «Восстанье спящий!» «Не время теперь спать!» «Бодрствуйте духовно!» «Вознесите сердца ваши к мысленной голгофе!» «И, зная все бессердечие человеческое, всю окаменелую бесчувственность плотяного человека», отец Иоанн всегда при этом в возрасте добавлял «Сам Господи возвыси, вознеси долу поникшие сердца наши!» «В это время живо чувствуется вся немощность нашего человеческого естества, немогущего и единого часа побдеть с Господом, вознестись всем сердцем и умом к страдающему Христу. Снова раздается звучный голос отца Иоанна «Благодарим!» «Благодарим Господа!» «Достойно и правильно есть поклонять Отцу и Сыну и Святому Духу!» «Троице единосущной и нераздельной!» «Говорит отец Иоанн также слух, только постепенно затихая и переходя опять в свою любимую тайную молитву!» «Невольно вырывается в это время из сердца порыв благодарности к Творцу «За все, за все благодарим Господа!» «Невольно склоняется колено, невольно падаешь вниз пред всемогущей Троицею!» «Изливая слезы благодарности и за скорби, и за радости!» «Затем тайное вечере!» «Подойдя близко к царским вратам, отец Иоанн говорит всему народу, находящемуся в храме, слова Иисуса Христа «Примите, едите, сие из тела мое, ежезавыломимое во оставление грехов!» При словах «Сие из тела!» отец Иоанн прикасается перстом к святому Агнцу. Затем опять, обратясь ко всему народу, возглашает «Пейте от нее все!» «Сия из кровь моя нового завета!» «За вас и за многих изглеваемое во оставление грехов!» При словах «Сия из кровь моя!» отец Иоанн прикасался перстом к святой чаше, как бы слегка ударяя по ней. При этих возгласах живо чувствовалось, что и тело Господне подвергалось крестным мукам, и кровь Господне излилась и за нас, стоящих вот здесь, в храме, и слышащих эти слова самого Христа, которые не перестанут раздаваться из ус архипастырей и пастырей до скончания мира. «Твоя от твоих, тебе приносящая всех и за вся!» возглашает отец Иоанн, делая особое ударение над словом «От всех!» «Все, стоящие здесь, не отчаивайтесь в своем спасении, ибо приземлял за вас великая тайная жертва, ибо из-за вас всех пострадал Христос. Не бойтесь, верьте и надейтесь!» Вот что как бы слышится за этим возгласом. Наступает величайший момент литургии – претворение святых даров. Быстро читает отец Иоанн молитву призывания Святого Духа на предлежащие дары и на совершающих великое таинство. Твердым и убежденным голосом произносит он слова присуществления «И сотворил бы хлеб сей честное тело Христа Твоего, а ежевчаше сей честную кровь Христа Твоего, приложив Духом Твоим святым». При заключительных словах диакона «Аминь! Аминь!» Батюшка решительный, твердо, широким крестом благословляет присуществленные дары, воздавая их затем им божественное поклонение. С этого момента для отца Иоанна уже не существует ничего земного. Его сердце всесело отряхнуло земные помыслы и вознеслось в горе в созерцании великого чуда. Благоговейно склонившись к Святому Престолу и беря поочередно то святой диско с причистым телом Господа, то святую чашу с причистой кровью он приносит в свои пастырские молитвы самому Господу. Как любовно он ласкается теперь к Святому Агнцу, склоняясь над ним близко-близко, плачет и радуется, глядя на него. Так ласкается ребенок к своей матери, с любовью поверяя ей свои детские радости и печали, зная, что родная мать выслушает его, не отгонит от себя прочь. Нельзя передать всю духовную красоту этого момента. Так она обаятельно действовала на сердце всякого верующего человека. Затем, когда наступает время Святого Причащения, и Отец Иоанн причастится к святых тайн, на лице его, видимо, отражается незримое состояние духовной радости и блаженства. Оно сразу как-то просветлеет, зарумянеет, глаза светятся и горят, весь он дышит необычайной красотой. Приятно смотреть на него в эти минуты, да неудобно. И сам Батюшка избегал вообще, чтобы на него смотрели в это время. Особенность служения Отца Иоанна заключалась еще в том, что он не только сам причащал святых тайн, но причащал также и мирян, ввиду чего он и в обычное время заготовлял большой святой агнец, который и раздроблял во время пения запричастного. Раздробляя святой агнец, он обращался иногда к окружающим его священникам с краткими изречениями, выражая в них свои заветные думы. «Нигде нет ничего подобного, что у нас в православной церкви», — говорил он. «Мы не только сами причащаемся при чистых телах и крови Иисуса Христа, но и преподаем их всем верующим, притом под обоими видами, а не как у католиков или лютеран, «Какая милость Божия к нам!» или «Многие святые мужи, цари и пророки желали видеть то, что мы видим, и не увидели, а нас, грешных, Господь сподобил такой неизреченной благодати!» «Слава тебе, Господи, так благоизволившему!» Когда святой агнец раздробится, и святой потир наполнится частицами тела Христова, тогда батюшка выходил со святыми дарами и причащал всех приготовившихся к таинству святого причащения, которых бывало ежедневно 300-500 человек, а то и более, не говоря уже про Великий пост, когда причастников бывало по несколько тысяч в день. Перед святым причастием отец Иоанн неукоснительно говорил ежедневно проповедь. Если отцу Иоанну иногда и случалось, в дороге, например, хотя один день пробыть без совершения литургии и без причастия святых тайн, то это составляло для него громадное лишение. Сила и кровь Христова для отца Иоанна составляли и жизнь, и радость, и дыхание, и ощущение, и освящение, и обожествление, и все. В последние годы своей жизни, ужасных страданий, физических и душевных, отец Иоанн неукоснительно совершал великое таинство Евхаристии. Болезнь его мучила целыми днями, давая, по его словам, ослабу лишь на несколько минут. И если он предавался забвению, то только во время богослужения. Доктора советовали ему отдохнуть от службы. Но легко сказать, отдохнуть от службы. Кому? Тому, кто в богослужении только и почерпал силы. И он служил. Служил ежедневно, несмотря ни на какие советы докторов. Богомольцы, приезжавшие в Кронштадт в последние три года, 1906-1908, мы видели уже не бодрого, энергичного и подвижного отца Иоанна, каким все привыкли видеть его во всю его жизнь, до этого ужасного, злополучного, 1905 года, а изможденного болезнью старца, иногда чуть слышно произносящего свои священнические возгласы. Какая резкая перемена! Но и какое яркое свидетельство пламенной веры, надежды и любви отца Иоанна, которые подвергали, его повергали на совершение литургии в таком состоянии здоровья, в котором, кажется, никто не стал бы утруждать себя, а предпочел бы лучше успокоиться и отдохнуть. Но не таков был отец Иоанн. Он сам в своих проповедях высказывал неоднократно ту мысль, что в это время, в годы его страданий, он только и держится причастием святых тайн. «Были дни, — говорит он, — когда у меня до того ослабевал голос, до того всегда чистый и звучный, что я при всем напряжении своих сил не мог издавать никакого звука. Но вот искреннее причащение святых тайн, как видите, возвратило мне пропавший голос, и я могу теперь опять довольно громко говорить». В самое же последнее время, в конце 1908 года, силы отца Иоанна еще более упали, потому что он по причине опять-таки той болезни не мог принимать никакой твердой питательной пищи, и все брашные питья для него заключались иногда по целым неделям в одном святом причастии, о чем он и высказался со служащим ему иереем. «Ведь я, отцы, посещаюсь совершенно чистым желудком. У меня на желудке давно уже нет никакой пищи». Глядя на отца Иоанна в последние дни его служения, когда он до того был измучен своим недугом, что это была скорее тень его, а не сам, он невольно думал, «Дорогой батюшка, до того слаб, что может отдать свою душу Богу именно вот здесь, у святого престола, у которого 53 года молился и причащался». Почем знать? Может быть, этого и желал дорогой батюшка, если бы беспощадный недуг не приковал его в последние дни к смертному одру. Так вот, эта-то пламенная вера во Христа, в ее причистые и животворящие тайны, и была предметом его миссионерства, как об этом много сказано в его дневниках. Он желал и в других, во всех вселить такую же веру, какую и имел сам. Поэтому он и причащал ежедневно по несколько сот человек. Причащать святых тайн – это, по его словам, означало прививать грешные души, эти бесплодные смоковницы, к животворящей лозе Христу, которая один только и может спасти грешника. Вот в этом-то и заключалось миссионерское значение ежедневных богослужений отца Иоанна. Легко заметить, что богослужение отца Иоанна отличалось некоторыми ему лишь одному присущими особенностями и оттенками, так как и сам знаменитый пастор был особенный, выдающийся. Это ясное и бесспорное положение, однако, не всеми иереями хорошо сознавалось. Среди молодых, неопытных иереев являлись иногда неискусные подражатели отцу Иоанну, копировавшие его в манерах, во внешних приемах и так далее, забывая, что надо подражать отцу Иоанну не столько во внешних манерах, сколько в духе. А духа-то всего у этих батюшек бывало немного. Закончим нашу речь с прекрасной проповедью отца Иоанна о таинстве Пресвящения, произнесенную им в 1893 году при посещении города Ярославля. «И повелел Иисус народам возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воздрев на небо, благословил и преломил и дал ученикам хлебы, ученики же народу, и ели все и насытились». С благословения Преосвященного Владыки, призвав помощь Господа, хочу предложить вам, возлюбленные братья и сестры, несколько слов для общего назидания. В основании слова возьму ныне читанное Евангелие о чудесном исцелении Иисусом Христом, недужных, а также чудесном насыщении им в пустыне пяти тысяч народа, пятью малыми хлебами и двумя рыбами. Евангелие начинается словами «Во время то увидел Иисус много народа и жалился над ними». Все Евангелие, возлюбленные братья, в главных чертах есть священная повесть о бесчисленных делах милосердия Господа Иисуса Христа к людям. Ради крайнего милосердия Он сошел с небес на землю, облегся в плоть нашу и сделался человеком. По всему нам подобным став кроме греха и не переставая быть Богом, чтобы врачевать подобное подобным, чтобы исцелить злокачественный струп греха всего человеческого рода, жил с человеками и не гнушался ни единого искренне кающегося грешника. Всех наставлял словом, указуя пути ко спасению, сотворил бесчисленные благотворные чудеса, являвшие Его безмерную благость и божественное всемогущество, трудил путешествиями своими причистые ноги, претерпевал клеветы, поношения, гонения, биения, крестные страдания и смерть, и воскрес как Бог. Столь велико, необъятно всеобъемлющее милосердие Господа Иисуса Христа. Он, как творец, промыслитель, искупитель и врач человечества, о всех болезновал, всех призывал ко спасению и радовался всех обращавшихся. Но обратимся к священной повести о чудесном насыщении народа. Милосердие Господа к пятитысячной толпе народа, который из-за жажды слышать слово Его удалился с Ним в пустыне и почувствовал голод, крайне поучительно и наведательно. Оно показывает, что Иисус Христос есть творец всего, спаситель и питатель рода человеческого. Довольно поучив народ словом и напитав души их нетленную пищей, он питает и тела их вещественным хлебом и рыбами, но питает не как человек, а как Бог всемогущий. Ученики Христова, еще несовершенные и маловерные, просят Его отпустить народ в селение для покупки хлеба, а Он говорит им, что это не нужно, и повелёшь к чему народу в возвещенной траве, берёт имевшиеся у учеников пять хлебов и две рыбы, возводит очи на небо к Отцу своему, благословляет их и преломляет, и даёт ученикам для раздачи, а ученики раздают народу. И дивное чудо! Сколько не раздают хлебы, они не убывают, как и рыбы, доколе не получают, всё по довольному качеству все. Все насытились, сколько ни были голодны, а оставшиеся полонасыщение куски далеко превышают бывшее в начале количество пищи, ибо оставшимися кусками напомнили двенадцать корзин. Чудное творчество, чудное благословие, чудные руки, ибо это те божественные руки, которые в начале сотворили небо и землю, и твёрдо держат их в стройном тине многие тысячи лет. Это те руки, которые производят благодетельные громы в круге небесном и осевают землю страшной молнией, как это слышали и видели не спавшие прошедшей ночью. Громы и молнии, от коих содрогается всё дышащее. В эту ночь нам лет долго и Ярославлям разразилась страшная гроза от ударов грома дома дрожали. Эти-то руки, которые привели из небытия в бытие бесчисленное множество огненных слуг небесных, ангелов, ликующих на небесах в стройном иерархическом тине, пристанно славящих Господа и наслаждающих неизреченным блаженством от лицезрения Божия. Это те руки, которые создали бесчисленное множество одушевленных и недушевленных тварей земных и размножили и размножают от одной крови весь род человеческий. Это те руки, которые разрушили ад, связали сатану, восхитили многочисленное богатство его и извели из ада души им содержимое. Это те руки, которые произвращают все плоды земные, дают пищу всякой плоти, которая изобильно произвращает для человека хлеб на полях и травы для скотов. Это, скажу наконец, те руки, которые на тайной вечере благословили хлеб и вино, растворенное водой, со словами дающие примите и едите. Те есть тело мое за вас ломимое и пейте от нее все. Те есть кровь моя нового завета за вас и за многих изливаемое во оставление грехов. «Да, чудесное насыщение питью хлебами, но безмерно чудеснее на питание нас при чистом телом и крови и Бога человека, которых мы недостойно сподобляемся так часто по милости Его. поучительно, трогательно, умильное зрелище чудесного насыщения народа хлебами и двумя рыбами, но безмерно поучительнее питание верных христиан собственной плоти и кровью Господа, обновляющее, расплевшее грехами естество наше и обожающее достойно причащающихся». Будем же, возлюбленные братья и сестры, любить, благодарить и прославлять Господа щедрого и многомилостивого, питающего нас всякий день хлебом и всякими плодами и сладостями земными. Но особенно будем любить и благодарить Его за то, что Он дает нам в пищу и питье причистое тело свое и божественную и жилотворящую кровь. И будем любить друг друга и творить милосердие ближним, как Он заповедовал нам. Аминь. Он говорил с великим воодушевлением и горячо. Ярославцы еще в первый раз слышали отца Иоанна у себя дома и нечего говорить. Каким благоговением ловили каждое слово горячо любимого и честимого имя отца Иоанна. Кажется, никогда еще в этом древнем обширном храме Толстского монастыря столько слез умиления не было пролито, сколько теперь во время этой проповеди, говоренной отца Иоанна, весь собор беском набитый плакал. общая исповедь перед тем, как приобщать народ святых тайн, отец Иоанн выходил на вон перед алтарем и здесь совершал знаменитую общую исповедь. Вот как ее описывают богомольцы, бывавшие в Кронштадте. Перед нами было море голов до 5000 человек и здесь виделся и важный барин, оставивший забывший свою чопорную спесь, а рядом с ним ютилась больная старушка, шепчущая молитву и вся проникнутая верою в благодарную силу отца Иоанна. Тут же тоскливо задумчиво стояла, прижавшись к стене, бледная худая женщина в рваном платьишке. Невозможно описать все личности этой многочисленной толпы, но по большей части она стояла из людей больных телесно или страдающих душевно, притекших сюда с духовной жаждой к источнику благости, добра и милосердия. По воле Господней светло протекающему среди мрачной вебри нашего многогрешного и многострастного мира. Скоро на Амбон вышел отец Иоанн книгой в руках и, обратясь к тысячной толпе народа, звучным твердым голосом пригласил предстоящих грешников и грешниц к сердечному, искреннему и нелицемерному покаянию. Толпа сплотилась еще теснее, еще ближе приблинулась к Амбону точно стадо заблудившихся овец, сознавая свою греховность пред Богом, свою нечистоту духовную и теперь дерзая молить Господа милосердия и прощения, искала предстательства и защиты у своего доброго пастыря. Ясный, проникающий в душу голос отца Иоанна зазвучал снова над морем голов человеческих. Началась его речь отрывочная, звучная, полная изумительной силы, проникающая глубоко в нашу душу, опаляющая ваше греховное тело. Грешники и грешницы подобные мне, вы пришли в храм сей, чтобы принести Господу Иисусу Христу Спасителю нашему покаяние во грехах, и потом приступить к святым тайнам. Приготовились ли вы к восприятии столь великого таинства? Знаете ли, что великий ответ несу я перед престолом Всевышнего, если вы приступите не приготовившись? Знайте, что вы каетесь не мне, а самому Господу, который невидимо присутствует здесь, тело и кровь которого в настоящую минуту находятся на жертве веке? Сказавши еще несколько прочувствованных слов, отец Иоанн продолжал, слушайте, буду читать покаянные молитвы, и тот же начал читать их, обратясь лицом к народу, Боже, Спаситель Небинаш читает восторженно, громко и умилительно отец Иоанн «Прости рабов твоих стих!» Слава Слова твоих стих читает протяжно, разбивая их по слогам, при этом своей раскрытой десницей проводит над головами внизу стоящих и молящихся, как бы отдельно указывая каждому милосердному судьи, тогда невольно дрогнуло у каждого сердца, каждый чувствовал, что вот он именно, а никто либо другой сейчас должен дать отчет Богу за прожитое время, за все свои дела, не укрыться ему теперь за другими от этого судьи. Продолжается чтение молитвы, голос пасторя все возвышается и возвышается, иногда во время чтения он еще выразительнее как пророк. Грозного и праведного судьи указует перстом в толпу в ту или другую сторону храма, все эти подобные этим жесты весьма трогательны, чрезвычайно поясняют смысл читанного и производят на массу сильные впечатления. Прочитавший первую покаянную молитву, отец Иоанн заявляет, что ее нужно протолковать и продолжает свое поучение. Говорит, конечно, без тетрадки, говорит, просто, без всяких ораторских приемов. Слово его отличалось внутренней силой, властностью. Говорил он с глубокой верой в каждое свое слово, готовый за каждое слово даже пострадать, потому что все говорил от сердца, говорил то, что сам своим личным опытом хорошо изведал. В этой молитве к Богу Отцу, первому лицу Пресвятой Троицы, Господу Всеблагому, Всесвятому, вездесущему, премудрому, всесоздавшему, всемогущему, всеправящему, страшному всякой твари. Святая Церковь молит Господа, чтобы он даровал помилование грешникам и грешницам, простил бы им при грешении всякие беззакония совершенные или по легкомыслию, или по необходимости, вольно или невольно, простил бы и помиловал бы, как некогда помиловал пророка и царя Давида, тяжко согрешившего пред Богом. Прогуливаясь однажды на террасе своего дворца, он увидел купающуюся очень красивую женщину, молодую еврейку, пленился ее красотою и пожелал сделать ее своей женою, но эта еврейка была замужем. Чтобы исполнить свое греховное желание, Давид отправил ее мужа на войну и приказал поставить его на опасное место, где сразили его неприятельские стрелки. Таким образом, Давид достиг своей преступной цели и упоемной греховной страсти, не хотел думать о том, какое тяжкое прегрешение совершил пред Богом. Но Господь Бог умилосерился над грешником и послал к нему пророка Нафана для вразумления и наставления. Пророк обресил царя в беззаконии и убеждал его раскаяться. Тогда царь сознал свой тяжкий грех и ужаснулся его, посыпав голову свою пеплом в знак смирения, начал горько плакать и искренне, горячо каяться пред Господом. И Господь услышал его скорбную муку и простил его грех. Святой Дух, который оставил его после согрешения, снова вселился в него после его раскаяния и не оставлял его до конца дней его. Царь Давид свое искреннее и сердечное сокрушение о грехах выразил в псалмах, которых благодарил и прославлял Бога. Он оставил после себя книгу Псалтырь, употребительнейшую в православной церкви. И вот 50-й псалом, помил имя Божия, представляет собой прекрасный и ничем незаменимый образец сердечного покаяния. Братья, царь Давид был человек благочестивый, кроткий, незлобивый, мудрый, имеющий дар пророчества, и то согрешил. Не уследил за собой, украл чужую жену. Царь, пророк, святой муж, и пал так глубоко. О, как легко согрешить человеку. Нужно быть бдительным к своей душе, нужно всегда следить за собою, обыграть свои уста. Нужно каждый день и час, каждую минуту следить за собою, предвидеть заранее греховные желания свои и оберегать себя от искушений, ибо дьявол, как лев рыкающий, бегает за нами ищет кого поглотить. Для этого нужно обдумывать и взвешивать каждый свой шаг и всякий свой поступок. Другой царь монастей отпал от Бога и впал, выдало поклонство, занимался волхвованием, вызыванием духов, был спирит по-нынешнему, а детей своих усил тому же. Неблагодарный, гордый, он презирал народ, любивший Бога, а себе любивых, подобных себе, ласкал и приближал. Своими беззакониями он прогневал Бога, долготерпение Господне истощилось. Во время войны иудеев со сирианами монастей был взят в плен, руки и ноги его были закованы в колоды, а в нос было продето кольцо. В таком позорном виде, как звери его привели, провели по Вавилону и бросили в смрадную темницу, где ее держали три месяца. Братья, человек не может жить без наказания этих истинных посвящений Божьих, за которые мы всегда должны благодарить Бога. Иногда только наказания могут отрезвить человека, просветить его духовное око, указать ему его действительно, а не им самим вымышленное положение. И монастыя, только находясь в тяжком плену, опомнился, сознав свои грехи пред Господом, осознал свое ничтожество и бессилие. Теперь он понял, что он черь, что гордиться ему нечем, потому что перед Господом все равны. Всех Бог создал одинаково, создал из одной персти и в персть всех обратит. И начал монастыя усердно молиться, каяться день и ночь, плакать о своих заблуждениях. Господь услышал его молитву и простил его. Царь монастыя составил покаянную молитву, которая считается великим постом на поветерии. В лице этих двух царей Давида и монасты тяжко согрешивших Святая Церковь представляет нам братья образцы искреннего и глубокосердечного покаяния. Господь Бог страшный судья всей земли. Он не посмотрит ни на чье лицо мужчина или женщина отроки или отроковица царь или простолюдин барин или мужик генерал или солдат богатый или бедняк перед ним все равны. Он смотрит на сердца смотрит каково упование человека какова его вера каковы его дела. с людей высокостоящих образованных Господь больше взыщет чем с простолюдинов когда они грешат пьянствуют или прелюбодействуют братья ах как силен грех грехи это воры разбойники которые постоянно обкрадывают нас они облекаются обыкновенно в благородные заманчивые одежды делают нас бедняками перед Богом и даже врагами Его кто из нас без греха кто не горд кто нечистолюбив кто не обижал друг друга кто не оболгал ближнего своего какое-то особенное настроение незримо откуда-то сходившее в души слушателей начало овладевать толпой сначала слышались то там то здесь лишь легкие вздохи то там здесь можно было наблюдать слезу медленно катившуюся по лицу умиленного слушателя но чем дальше шло время тем больше можно было слышать глубоких вздохов и видеть слез а отец Иоанн видя их о них то больше всего и напоминал в своем поучении я что-то необыкновенное начал ощущать в себе откуда-то из какой-то неведомой глубины души что-то начало подниматься во мне охватывая все существо мое сзади меня и напротив на правом клиросе стояли доселе по-видимому равнодушные более любопытствующие лица но вот и они преклоняют колено и проливают слезы и у меня растеплилось сердце черствое огрубелое скатилась слеза и у меня из глаз слеза чистая слеза живительная слеза спасительная а что творилось в это время в народе со всех сторон начали кричать батюшка помилуй батюшка помилуй все мы грешники помолись помолись за нас бушевало море стало так душно что больше ничего не было слышно из речи отца Иоанна тише тише слушайте громко кричал дорогой батюшка отец Иоанн властно призывая рукой всех к молчанию на несколько мгновений смолкал этот великий шум но потом с новой силой он раздавался опять начиная сначала где-то в одном месте а потом постепенно охватывая всех молящихся как сильный гром перекатывается по необъятному небу так перекатывались по громадному храму народные вопли о молитве прощении и помиловании с немалым трудом пришлось водворить в храме тишину отец Иоанн начинает читать далее вторую молитву предпокаянием читает ее также с глубоким чувством и выразительностью прочитавши молитву он снова начинает толковать ее в этой молитве которую сейчас произнес святая церковь молит первопастыря чтобы он многомилостивый простил наши неправды наши грехи помиловал избавил нас от вечной муки простил беззаконные намерения мысли наши и беззаконные поступки святая церковь молит Иисуса Христа Сына Божия взявши на себя грехи всего мира и своей причистой кровью омывшего нечистоту душ наших помиловать нас как двух евангельских должников которые сами не могли заплатить большой долг взаимодавцам как блудницу которая своими слезами омывала ноги Христа и отирала их своими волосами Господь Бог видел ее истинное раскаяние желание загладить свои грехи и даровав ей прощение отпустил ее с миром точно так же и все кающиеся искренне сегодня в грехах своих получат прощения и избавления от вечной муки нам надо дано в жизни очень много времени одуматься чтобы мы поскорбели погоревали поплакали о душе своей но люди ленятся не хотят заботиться о своей душе не хотят бороться с грехами которые как воры и разбойники врываются в их душу не хотят воевать с ними отгонять их господь бог делает все для любящих его а которые дерзко отталкивают десницу божию не желают сами себе добра сами идут на погибель а без бога мы одной секунды существовать не можем своей жизни дыханием воздухом которым дышим светом солнечным пищей питьем всем обязаны мы христу мы должны ему без конца мы его неоплатные должники мы признаемся и призываемся быть народом святым людьми обновления царским священством ведь нам сказано будьте святы как я свят при этом снова в народе поднялся прежний шум батюшка батюшка кричали отовсюду прости помолись и снова нельзя стало разобрать ничего тише тише слушайте тише говорил отец иан мало помало снова в храме водворяется тишина перерываемая по временам только глубокими вздохами до слезой без молно катящейся по лицу слушателя господь бог страшный праведный судья продолжал отец иан свою прерванную речь он не помиловал падших ангелов возгордившихся против самого бога насудил их на вечную муку мы грешники грешим каждую минуту и своими грехами прогневляем господа отчего же нам такое снисхождение бог отец послал в мир сына своего возлюбленного который принял на себя грехи всего мира пострадал за грехи людей снял с людей проклятие тяготевшее над нами со времени грехопадения первых людей господь иисус иисус христос своими крестными страданиями избавил нас от вечной муки это мог сделать только сын божий а не человек бог отец отдал всю власть сюда над людьми иисусу христу господь иисус христос дал власть апостолам а те архиереем и священникам в том числе и мне грешному иерею иоанну разрешать кающихся прощать или не прощать грехи их судя по тому как люди каются если человек искренне кается сокрушением сердечным то священник разрешает его от грехов наоборот если человек кается неискренно то священник не отпускает ему грехи чтобы он опомнился итак что получить прощение грехов необходимо каяться искренне горячо сердечно а у нас что за покаяние все мы только верхушечки стебельки грехов срываем нет корни корни грехов нужно вырывать что же такое покаяние покаяние есть дар божий дарованный богом ради заслуг сына своего возлюбленного исполнишь всю правду божию покаяние есть дар данный для самоосуждения самообличения самоукорения покаяние есть твердое неуклонное намерение оставить прежнюю греховную жизнь исправиться обновиться возлюбить господа всею душою примириться с богом со своей совестью покаяние есть твердое упование надежда что милосердный господь простит все наши прегрешения кто не кается то делается врагом церкви как гнилые сучки или ветки отпадают от дерева так и грешники не раскаяны отпадают от главы церкви христа сам христос есть лоза виноградная а мы веточки питающиеся жизни соками этой лозы кто не будет питаться соками этой дивной лозы тот непременно погибнет расколики погибнут в заблуждении пашковцы тоже погибнут и толстовцы все они грешники нераскаянные сами гибнут и других влекут на погибель братья и сестры каетесь ли вы желаете ли исправить свою жизнь сознаете ли грехи свои ленились вы Богу молиться пьянствовали прелюбодействовали обманывали клятво преступничали богохульствовали завидовали хитрили злобствовали злословили воровали да много много грехов у нас братья и сестры всех их и не перечесть слово окончено обращаясь к народу отец иан властно и громко теперь говорит кайтесь кайтесь всем согрешили что произошло в эти минуты невозможно передать напряжение достигло самой высшей степени и одинаково захватило всю массу это был уже не тихий и спокойный народ а море бушующее пламя огня охватившая внутренность здания дает о себе знать сначала незначительными огненными языками вырывающимися изнутри то там то здесь и густыми облаками дыма потом пробившись наружу оно со страшной силой поднимается вверх и почти мгновенно распространяется по всему зданию перелетает быстро на соседние дома в эти минуты человеку остается только безмолвно почти смотреть на совершающиеся перед ним нечто подобное представляло собой толпа в данный момент стоял страшный невообразимый шум кто плакал кто громко рыдал кто падал на пол кто стоял в безмолвном оцепенении многие слух перед всеми исповедовали свои грехи нисколько не стесняясь тем что их все слышали не молимся ругаемся сердимся гневим злых и тому подобное доносилось из всех частей храма трогательно было смотреть в это время на отца Иоанна он стоял глубоко растроганный и потрясенный всем устаял и шептали молитву взор был обращен к небу стоял он молча скрестивший руки на груди стоял как посредник между небесным судьей и кающимися грешниками как земной судья совести человеческих по лицу его катились крупные слезы он закрыл свое лицо руками но из-под них капали на холодный церковный пол крупные слезы о чем же он плакал кто может изобразить его душевное состояние в эти минуты отец Иоанн плакал соединяя свои слезы со слезами народа как истинный пастырь стада Христова скорбел и радовался душой за своих посомых а эти овцы заблудшие грешные увидев слезы на лице своего любимого пастыря и поняв состояние его души в настоящие минуты устудились еще больше самих себя и разразились еще большими рыданиями воплями стонами и чистая река слез покаяния потекла еще обильнее к престолу Божию омывая в своих струях загрязненные души громадный собор наполнился стонами криками и рыданиями казалось весь храм дрожал от потрясающих воплей людей кайтесь кайтесь повторял от времени до времени отец Иоанн иногда он обращался своим взором в какую-либо одну часть храма и там все чувствовали на себе его взор тотчас в этом месте начинали громко раздаваться голоса заметно выделяясь в общем хоре голосов и заражая еще более толпу потом опять везде царил один тон чтобы усилиться снова там куда обратиться своими взорами отец Иоанн как могучи владел он всей этой массой народа скажи отец Иоанн народу чтобы он шел за ним в эти минуты и он всюду пошел бы за своим пастырем в таком состоянии кающиеся находились не менее пяти минут наконец отец Иоанн отер свои слезы платком перекрестился в знак благодарности за слезы покаянные народные тише тише братья слышится его голос не скоро в храме водворяется желательная тишина но мало помалу все смолкается слышны одни только вздохи да слезы струятся по щекам молящихся то там то здесь слушайте говорит протяжно отец Иоанн мне как и всем священникам Бог даровал власть вязать и разрешать грехи человека слушайте просчитаю молитву разрешительную наклоните голову свои я накрою вас и Петрахилию благословлю и получите от Господа прощение грехов тысячи голов смиренно преклоняются читается разрешительная молитва берет отец Иоанн конец своей Петрахилии проводит им по воздуху на все четыре стороны и благословляет народ какая торжественная и таинственная минута примиряется небо с землей грешники с безгрешным после разрешительной молитвы всем чувствовалось как-то особенно легко как будто бы громадное какое бремя у каждого свалилось с груди радостно освобожденно от тяжкого бремени греховного народ вздохнул свободно и со слезами благодарности смотрел на кроткое сияющее духовным торжеством лицо своего доброго батюшки пастыря который вывел так благодетельно своих овец из мрачных дебрей греха на светлый путь добродетели к лучезарному дому Отца Небесного затем последовал вынос причистых и животворящих тайн Христовых после громогласного прочтения всеми молитвы верую Господи исповедую началось причищение тела и крови Христовых благодатно приемлемых очищенными и примиренными с Богом душами что делалось кругом в это время народ устремился волной к святой сяше сколько благоговения восторга тихой радости можно было видеть и читать на лицах всех вот что я видел и слышал Господи сподобит причистить со святых тайн дорогой золотой батюшка причасти батюшка голубчик причасти батюшка причасти я больная почки болят умираю батюшка и я нездоровый причасти батюшка причасти две недели не причащалась вот стоит старушка на коленях в стороне недалеко от отца и она и просит необыкновенно жалобным старушечьим голосом едва произнося слова своим беззубым ртом батюшка причасти она как бы замерла застыла в этом положении и кажется никто не услышит ее в этом всеобщем почти смятении и шуме но вот услышанная она боженьки причасти вдруг я слышу недалеко от себя я не боженьки а простой человек спокойно без всякого волнения и смущения но твердо и решительно отвечает отец Иоанн вся окружающая атмосфера была наполнена ласковыми словами обращенными к отцу Иоанну она как бы была вся соткана из этих одних слов приносит детей причащать там вдали где-то раздается вдруг шум это посадки хотят пробраться через всякие решетки и через ряды полиции чтобы причаститься некоторые более дерзновенные и храбрые оттеснившие простых робких деревенских мужичков успевают уже пробраться к самым ногам отца Иоанна но увы батюшка их не только не причастил но еще и пригрозил что в случае нового шума с их стороны он отлучит их даже от святого причастия на три месяца целую чашу благодари бога многим говорил отец Иоанн причащая их благодари бога а как часто действительно мы забываем делать это сколько слез я видел стоя рядом с отцом Иоанном у некоторых слезы брызгали моментально они подходили к святой чаше когда как бы какой источник у них открывался сразу умиротворенные все уходили от чаши при общении продолжалось не менее двух часов после благодарственной молитвы отец Иоанн выходил на амбон со святым крестом и радостно поздравлял всех причастников с принятием святых тайн и нужно было видеть как восторженно благодарил и дорогого батюшку эта толпа людей сиявших духовной радостью которая до исповеди и принятия святых тайн была были как блуждающие овцы а теперь возвратились к пастырю и блестителю душ наших сила чудодейственной молитвы отца Иоанна Кронштадтского многочисленные факты заочных исцелений прозорливость великого молитвенника жизнь дорогого батюшки отца Иоанна с его непрестанным горением перед Богом уже сама по себе есть чудо но Господь Иисус Христос удостоил своего избранника и особого чудодейственного дара целить болезни телесные и душевные всех с верой притекающих к Нему в этой главе мы будем вести речь о чудесах совершенных в области телесных недугов особенно поразительные факты заочных исцелений на далеком страдалица и холодный пот выступает на ее лице сердце трепещет от смертного страха почти колеблется по нею почва она чувствует что ноги скользят к самому краю бездонной пропасти над которой растевается зловещий мрак а в глубине бурлит и клокочет целый ад наконец она теряет под собой почву и тело ее повисает в воздухе с тем чтобы стремительно ринуться в объятия смерти широко распахнувший свои свой ужасный зев спасения по-видимому нет последняя мысль промелькнувшая в ее сознание была спасителем распятым на кресте в то же мгновение точно в облаках появился перед ней священник с печатью кротости и милосердие на челе именем спасителя нашего даруется тебе жизнь проговорил он и могучий твердой рукой схватил ее опять поставил на твердую почву затем он показал ей до того незаметную тропинку по которой она могла удалиться от бездны и напутствовал ее такими словами иди и воздай благодарение Богу задарованное тебе спасение проснувшись страдалица рассказала брату и всем своим близким о своем чудном сне причем с подробностью описала виденного ей во сне священника образ которого резко запечатлелся в ее воображении кто кто таков был привидевшийся ей священник на это никто не мог дать объяснение прошло некоторое время после этого сновидения все посторонние забыли о нем да и сама страдалица все меньше и меньше вспоминала о нем хотя и таила в душе убеждение что вещь и сон ее должен иметь какое-нибудь особенное значение и вдруг совершенно случайно ей довелось видеть портрет отца Иоанна Кронштадтского о внешнем виде которого она до того времени не имела никакого понятия хотя и многое слышала о нем так как слухом о нем полнилась вся русская земля представьте же ее и всех близких ее удивление когда в портрете отца Иоанна она узнала того самого священника который спас ее от гибели в ее сновидении она немедленно же телеграфировала отцу Иоанну в Кронштадт прося его молитвы ходатайства перед престолом царя царей отец Иоанн не замедлил исполнить ее просьбу ослужил молебен о ее здравии о чем и уведомило ее своевременно с тех пор неизлечимая болезнь грозившая неизбежной смерти страдалицы приняла благоприятный оборот и в скором времени больная окончательно выздоровела она была так признательна что по выздоровлению не устрашилась далекого долговременного и трудного путешествия и вместе с братом приезжала из Китая в Кронштадт чтобы лично поблагодарить доброго пастыря и спросившего ей своими молитвами исцеления одна спутница от Айана в его поездке на север сообщает следующее о чудесном исцелении которое она сподобилась получить от великого молитвенника с земли русской в один день с утра у меня почему-то разболелась правая нога вечерю боль усилилась ступня распухла как бревно испугавшись этой внезапной болезни я сказал о ней одному из спутников дорогого батюшки но он только и мог посоветовать чтобы я приехавший в Ярославу скорее обратилась к доктору к которому потому что болезнь опасна а я подумала услышь я обращусь к своему безмездному врачу и с трудом от сильной боли поднялась на рубку там показывая отцу Яну больную ногу я говорю батюшка нога у меня сильно разболелась что мне делать а он только слегка потрепал больное место и отошел представьте же мое удивление боль мгновенно исчезло так что мне даже самой не верилось что сейчас у меня нога так сильно болела через несколько минут из ступни вынула вода тем все и кончилось только небольшой шрам оставшийся до сих пор свидетельствует что нога действительно болела этот случай напомнил мне такой же почти случай бывший со мной в прошлом году когда дорогой батюшка возвращался из Архангельса то от Устюга до Вологды нам пришлось трое суток ехать на почтовых от постоянной тряски у меня страшно разболелась голова когда мы подъезжали к последней станции то от нестерпимой боли я впала в какое-то полусознательное состояние и только думала господи скоро ли приедем на станцию попрошу там дорогого батюшку положить мне свою руку на голову подъехавши к станционному дому отец Ян быстро вышел из кибитки народ разом бросился к крыльцу и я с трудом пробралась на станцию когда я вошла в комнату чудотворец отец Ян смотрел в окно не спела я рта раскрыть для просьбы как он быстро обратился ко мне взял мою голову и сильно потряс ее это меня так поразило что я забыв зачем пришла вместо просьбы говорю ему батюшка смерть меня растрясло а он опять потряс у меня голову тут я вспомнил зачем пришла и сказала ему затем я и пришла к вам чтобы попросить вас свою руку положить мне на голову сильно она разболелась а он только на это улыбнулся и что же боль сразу исчезла так что когда через три часа мы приехали в Вологду то я не только болен а даже и утомления почти не почувствовал так сильное одно прикосновение руки человека всем своим существом преданного Богу к тем однако кто с искренней верой к нему относится в семействе Г.М. в качестве домашней учительницы проживала одна особа имевшая взятие художника последний был подвержен запою с давних пор потерял веру во все святое 23 февраля 1886 года к ним приехал великий праведник отец Иоанн Кронштадтский учительница испытавшая безуспешность всех средств против болезни взятия решила воспользоваться случаем что поручить отцу Иоанну записку о здравии больного причем от последнего сделала это тайно боясь даже упоминать его присутствие какой-либо молитве или священники отец Иоанн молился учительница в тот же день отправилась к зятю и застала его полутрезвого мрачно прохаживавшегося по комнате знаешь ли обратился к ней я до такой степени опротивил сам себе своей слабостью что не знаю чем бы только от нее спастись так мерзок кажусь себе в настоящую минуту что пил даже теплую воду с целью очистить желудок не седите ли мне к отцу Иоанну пораженной и обраданной таким небывалым неожиданным желанием учительница конечно одобрила благую мысль и он отправился в Кронштадт покаялся отцу Иоанну в неверии и просил помолиться об избавлении его от постыдного порока отец Иоанн путем самых простых рассуждений рассеял все его сомнения и кончилось тем что он в течение десяти лет неговевший исповедался и приобщился святых тайн причем в умилении плакал как ребенок проникнутый сознанием величия совершенного таинства чего прежде нельзя было от него ожидать убежденный радостный спокойный он вернулся домой и пить перестал в течение двух лет он не поддавался искушению но потом произошли у него какие-то семейные неприятности и болезнь его вернулась к нему но вера в Бога и милосердие Божие уже не покидали его никогда немного времени тому назад он слег в больницу бывший при его последних минутах священник видел что он умирает с молитвой и с именем дорогого батюшки оса Иоанна на устах последним предсмертным желанием его было чтобы отец Иоанн молился о нем молодая супруга Г.В. болея брюшным кифом лежала в постели в бессознательном состоянии врачи признали ее положение безнадежным с минуты на минуту ожидая смертельного исхода муж бодрствовал рядом в комнате вдруг он слышит что его зовет жена он идет на ее зов почти твердым голосом она говорит ему в доме случилось что-то необыкновенное пойди узнай муж выходит на лестницу и видит ее сверху донизу наполненный народом оказывается что отец Иоанн Кронштадтский в это время был в одной из квартир того дома у больного узнав это Г.В. опрометю бросается в ту квартиру где был отец Иоанн вбегает по черной лестнице и дождавшись его просит пойти к его больной жене дорогой батюшка с обычной приветливостью соглашается и идет в квартиру войдя туда он прямо направляется в комнату больной точно он раньше несколько раз бывал в этой квартире больная встречает его без удивления будто так и должно было случиться но с каким-то необыкновенным благоговением как это она сама впоследствии говорила великий молитвенник отец Иоанн подошел к ней и после нескольких слов утешения и ободрения говорит ну что же помолимся Богу привстаньте не встававшая с подушки несколько недель больная приподнялась на постели отец Иоанн положив ей руку на голову начал молиться порывы веры и благоговейного умиления больная встала на колени в постели руки до тех пор лишенные движения свободно сложились на груди лицо ее горело слезы лились потоком отец Иоанн благословив ее дал несколько наставлений о том как истинный христианин должен веровать и надеяться на Бога больная после молитвы почувствовала себя бодрой и как хозяйка обратилась к отцу Иоанну с вопросом не хочет ли он подкрепиться И вот добрый пастырь говорит если рюмочку вина дадите поблагодарю вас очень уж я слабо утомился но только по русскому обычаю хозяйка сама должна подать гостю вино услышав эта больная приподнялась с постели опустила ноги на пол близкие накинули на нее платье и она твердыми шагами направляясь в столовую к буфету достала вино и подала благодатному гостю отпив несколько глотков и благословив больную и семью отец Ян направился к выходу как рассказывала сама больная в ней в тот момент закипели два чувства благодарность к Богу и желание жить будет ли она жить хотелось ей спросить у отца Янна но она не смела как бы считая в душе этот вопрос отец Ян почти в дверях оборачивается и говорит ей Бог поможет поправитесь верьте все в его силе через несколько дней она совершенно выздоровела врачи разумеется назвали это кризисом и так далее признав совершившийся факт делом случая нельзя не прибавить что супруг больной лютеранин а сама она православная 29 декабря 89 года жена петербургского купца имеющая мануфактурную торговлю на малой итальянской улице благополучно разрешилась от бремени первым ребенком обстоятельства предшествовавшие рождение этого ребенка поистине замечательны приглашенный акушер тщательно смотрев больной настоятельно требовал чтобы за два месяца до нормального окончания болезни сделать операцию так как в противном случае он не ручается ни за жизнь матери ни за жизнь ребенка будущая мать наотрез отказалась от операции решаясь скорее умереть приближался критический момент молодые супруги решились обратиться к кронштадтскому пастырю отец Иоанн приехав помолился одобрил отказ больной от операции и прибавил при этом надейтесь на господа по вере вашей все пройдет благополучно наступил канун страшного дня для роженицы дня акушер приехал еще раз осмотрел больную причем упрекнул ее в нерешимости на операцию говоря что тот поступает неблагоразумно кто решается рисковать жизнью жены на другой день он приехал с тревожной сердитой привез массу инструментов и опять заметил хозяину ну теперь увидите что придется вам каяться если жена ваша умрет а зябным здоровьем попросил стакан чая чтобы согреться и не успел еще выпить несколько глотков как в соседней комнате раздался крик через минуту вышедшая оттуда акушерка объявила что все кончилось благополучно акушер в недоумении раздел руками и приписал все случаю и уехал на основании приведенного рассказа равно как и некоторых других из вышеописанных случаев благодатного исцеления и сохранения жизни да не подумает читатель будто кронштадтский пастырь восставал против употребления естественных средств и сохранения здоровья и жизни и воспрещал прибегать к пособию медицинскому одаренный высшим благодатным даром ведения и прозрения отец Иоанн видел когда и где человеческие усилия могут не только не быть благотворными и благотворными благоплодными но оказаться вредными и погибельными и когда и где они при помощи Божией могут послужить пользе и благу человека а потому в одном случае отклонял употребление врачебных средств а в другом одобрял и благословлял созданные и дарованные Богом средства для сохранения здоровья и жизни так сейчас в приведенном рассказе одобрив отказы больной от операции отец Ян при другом случае одобрил и благословил операцию в июле 1887 года отец Ян был приглашен каретным извоза промышленником больной жене которого предстояла сложная и крайне опасная операция исповедовав приобщив больную святых тайн отец Ян посоветовал ей не уклоняясь от операции которая вскоре после того и была совершена доктором Байковым результаты операции оказались самые благоприятные так что в непродолжительном времени больная выздоровела любовь к близним отца Яна замечательна была тем в особенности что она не ограничивалась одним удовлетворением простого чувства сострадания известно много случаев когда отец Ян как бы усиливал эти страдания конечно временно зная хорошо что спасение и счастье страдающего вовсе ни в одном устранении временных настоящих страданий не раз случалось например что отец Ян отказывал в исповеди или благословении хотя обратившись к нему со слезами умолял не гнать его иногда мольбы граничили с отчаянием и сопровождались стонами плачем рыданиями однако отец Ян оставался непреклонным и выдерживал борьбу отчего потому что он видел что проситель пришел к нему не с искренним сердечным раскаянием а скорее по суеверию силу одной обрядности благословение или исповедь при таких условиях не принесут пользы для спасения души просителя или его нравственного исправления а между тем некоторые муки волнения и страха проявляющиеся в слезах и мольбах скорее принесут пользу получивший отказ если у него есть искра раскаяния не остановится на этом будет продолжать внутреннюю борьбу с собой вернется еще раз к отцу Яну и тогда если получит просимое то оно достигнет цели известно что одному московскому купцу который промышлял возмутительным кулачеством и для успокоения совести решил съездить поговорить к отцу Яну хотя самое бессовестное обирание и эксплуатирование продолжалось по прежнему отец Ян не только отказал в исповеди но наговорил много горьких истин мольбы и клятвы не помогли купец уехал обратно не получив святого пресечения спустя полгода он снова явился и по прежнему уехал ни с чем только в третий раз когда он прекратил свою преступную деятельность рассчитался с обиженными и сделал много пожертвований решил заниматься честным трудом отец Ян ласково его одобрил допустил до исповеди и благословил отпустил домой с миром уже изложенные факты свидетельствуют о необыкновенном благодатном даре прозорливости которым был исполнен отец Ян о равной необыкновенно великой силе его молитвы но в печати сообщено много событий еще более разительной свидетельствующих о сверхъестественной прозорливости и силе молитвы отца Янна приводим приводим некоторые рассказы печати о сих событиях раз при выходе из одного дома куда отец Ян был приглашен к больной для молитвы квартиранка этого дома остановила его и бросившись к его ногам просила прийти в ее квартиру отец Ян остановившись взглянул на нее не пойду я к вам оставьте меня резко проговорил он отстраняя ее и быстро пошел вниз по лестнице по догадке жильцов этого дома его приглашали не больные а люди желавшие вероятно его молитвы для какого нибудь денежного дела два молодых человека вздумали прокатиться из Петербурга в Кронштадт поболтать с отцом Иоанном а ведь интересно ну скажем там что нибудь приехали мол батюшка вере укрепляйся прослышали про святость вашу хотели просить пасторского наставления поехали прогулка оказалась из веселеньких до Араньенбаума железная дорога с дачными уголками и веселительными местами там до Кронштадта пароход везде масса публики изобилия гуляющих путешественники остановились в гостинице веселого пошива и достаточно охвативши для храбрости пошли к серенькому домику отца Иоанна множество публики окружало обитель пастыря молодые люди насмешливо окинули их взглядом и громко сказали чающее движение воды исцеляться пришли подхватил один из товарищей они грубо протискались сквозь толпу и сильно позвонили у дверей квартиры отца Иоанна батюшка дома дома принимает а вы по какому делу душу исцелять пришли наставления приехали просить вот наши карточки горничная ушла докладывать а молодые люди быстро сняли верхнее пальто и прошли скромную гостиную кронштадтского пастыря живет не по-барски заметил один остановившись посреди комнаты и поворачиваясь на каблуке во все стороны да можно бы развернуться с его доходами то скуп верно приятели болтали около часа однако долго не выходит заставляет ждать по-министерски не послать ли еще раз да некого и гордичный не видно опять пришлось болтать больше часа это однако уж слишком что ж батюшка смеется что ли над нами пойдем горничную искать в это время горничная появилась на пороге молодые люди выразили удивление что батюшка не выходит они заняты что ж он просил нас подождать они ничего не сказали да ты отдала наши карточки отдала они посмотрели и бросили их в корзину приятели переглянулись и просили доложить еще раз сказать что они ждут почти три часа минут через пять горничная снова вошла в гостиную в руках у ней был поднос с двумя стаканами воды и в каждом стакане чайная ложка вот батюшка прислали вам вы приехали поболтать так вот ложечками в стаканах и поболтайте а батюшке с вами некогда болтать они уж в собор ушли незвучно и не слышно на цыпочках приятели попятились к передней схватили там с вешалки свои пальто и скрылись за дверями им казалось что все уже знают об их конфузии все смеются все богомольцы смотрят на них не то с ужасом не то со смехом а вот мальчишки бегут сзади хохочут пальцами показывают встречные все их оглядывают молодые люди бегут к пароходу требуют билеты и тут только пришли в себя оказалось что они выбежали от отца и Анны без шляп пальто накинули наизнанку их трясло как в лихорадке и долго долго потом помнили они свою поездку с целью поболтать с отцом и Анной в Петербурге на Васильевском острове в 1887 году проживал купец зер который неоднократно приглашал к себе дорогого батюшку отца и Анна последний почему-то не мог приехать ни в один из назначавшихся им самим дней приезда наконец отец и Анна приезжает в один день неназначенный им что у него иногда бывало во время пирушки чем привел в полное смущение довольно многочисленное общество которое собралось у этого купца успокоив присутствующих отец и Анна пригласил хозяина в другую комнату помолить а гостей просил не стесняться его присутствия несмотря на это гости прекратили начатое развлечение и отправили след за отцом Иоанном и хозяином на общую молитву помолившись отец Иоанн по обыкновению присел чтобы разделить предложенную трапезу но потом вдруг неожиданно встал подошел к одному из присутствовавших купцу и и положив на плечо ему свою руку долго смотрел на него пристально и наконец спросил его давно ли он говел купец несколько сконфузился от неожиданного вопроса и не мог сразу ответить давно отвечал сам отец Иоанн давно вам надо причаститься святых тайн приезжайте ко мне говеть этот разговор многим показался странным но почти через месяц все разъяснилось и через неделю исполнить совет отца Иоанна а через две недели после того скончался от удара дорогой батюшка отец Иоанн довольно часто посещал купеческое семейство жившее также на Васильевском острове по 12 линии близ малого проспекта в этом же доме жили три молодых человека изучащихся нередко посмеивавшихся над непонятной известностью великого праведника отца Иоанна собирающего толпу везде где он только появляется однажды им пришла мысль посмеясь над целебной силой молитв кронштадтского пастыря и они придумали следующее самый бойкий юноша отправился в семейство и убедительно просить отца Иоанна когда он будет у них заехать к его умирающему товарищу ну а товарищ прикинется тяжко больным а этот изобразит плачущего брата у постели умирающего сказано сделано отец Иоанн выслушав просьбу посмотрел пристально на него и сказал я никому не отказываю в молитве и зайду к вам но помните что вы шутите с богом сконфузился но все таки настаивая на просьбу уверял что товарищ при смерти хорошо я сейчас буду не прошло десяти минут как у дверей квартиры молодых людей раздался звонок этот товарищ юркнул в постель покрылся одеялами и начал слабо стонать а этот опустился на колени у изголовья мимо больного третий бросился отворять двери где ваш больной отривиться спросил пастырь делая ударение на слой ваш пожалуйте батюшка пожалуйте засуетился товарищ и повел гостя в снежную комнату больной продолжал стонать а товарищ схлипывал отец Иоанн остановился посреди комнаты и глазами искал образ иконы комнаты же полно притворяется ведь он уехал увы несчастный не притворялся он лежал в полном параличе язык руки ноги все отнялось и только усиленное моргание глаз показывало что это и кто-то что-то сказать стал бняк ужаса нашел на молодых людей вздумавших посмеяться над пастырем они не понимали что кругом происходит и когда пришли в себя переглянулись и горько заплакали над живым трупом Ваня Ваня над Богом мы хотели смеяться прости прости нас послали за докторами три опытных врача провели всю ночь у постели больного и решили что у него такой паралич который излечивается годами если только излечивается вероятно страшное горе поразило вашего товарища вся его нервная система разбита говорили врачи молодые люди только рыдали не решаясь рассказать врачам истину с первым же поездом на утро оба молодых человека поехали в Кронштадт отец Иоанн не мог их принять до вечера и когда ему доложили о них он выслал им сказать что ничего для них сделать не в состоянии они всю ночь пробыли у Серенького дома и когда поутру отец Иоанн показался бросились ему в ноги умоляя простить их добрый пастырь поднял юноши велел им идти в церковь там после литургии он отвел их к иконе святителя Николая Чудотворца и здесь около двух часов длилось наставление почтенный пастырь начал с указания на неприличие их поступка на то что они не имеют права смеяться над людьми старше их и затем перешел к изложению евангельского учения теперь помолимся сказал отец Иоанн когда наставление было кончено нечего и говорить что молодые люди никогда еще так не молились как в эту минуту святая икона Чудотворца казалась им живым ликом сначала грозным а потом все более и более милосердным поезжайте с Богом и Его словословьте у юноши точно гора свалилась с плеч они чувствовали непонятную для них радость душа их ликовала и все окружающее казалось им в каком-то радужном свете товарищи приехали домой к вечеру им отворил дверь их товарищ Ваня ты ли это ты здоров бросились к нему друзья почти здоров голова только тяжелая и какая-то усталость во всем теле оказалось что в тот именно час когда в Кронштадте отец Иоанн молился с юношами у иконы святого Николая Чудотворца С приподнялся и постепенно к нему стали возвращаться возможность владеть онемелыми членами первая ожила правая рука и первым движением ее было крестное знамение вот что рассказывал о деятельности знаменитого пастыря покойный теперь композитор Михаил Александрович Гольстисон в 1903 году господин Гольстисон получил приглашение сразу в две епархии для руководительства церковно-певческими курсами в Оланецкую в город Петрозаводск и в Новгородскую в Череповецкий уезд причем курсы должны были вестись только для учительниц церковно-приходских школ в известном Леушинском женском монастыре руководитель курса затруднялся вопросом какое из этих двух предложений наиболее приемлемо как раз во время этих сомнений из газет он узнает что в Новгородской губернии в Череповецком и соседних уездах свирепствует на скоте сибирская язва мало того те же газеты передавали что были отдельные случаи заражения людей кончавшиеся смертью надо сказать что до этого известия колебания господина Гольтисона разрешилось определенно в смысле принятия предложения архиепископа новгородского и старорусского высокопреосвященного гурия руководитель курсов подписал даже условия и был связан им но оберегая себя он обратился к архиепископу с указанием на некоторую личную опасность принятой миссии архиепископ согласился с наличностью в данном уезде эпизодии но стал уговаривать руководителя курса в том смысле что случаи передачи заразы людям очень редки в конце концов колебания руководителя курсов должны были уступить настойчивости архипастыря хочешь хочешь не хочешь скрипя сердце пришлось ехать именно в Левушинский монастырь этот случай относится к июню месяцу 1903 года когда 4 или 5 уездов новгородской губернии были охвачены вспышкой этой эпизодии тогда еще не было железнодорожного пути приходилось из Петербурга ехать на Рыбинск потом по Шексне до пристани Барки и оттуда уже 12 верст сухопутем до монастыря приехал господин Гольтисон на пристань Барки увы и ах оказывается что эпизодия уже успела сделать свое злое дело по крайней мере не было лошадей для перевозки багажа или быть может эти лошади были да крестьяне боялись дать их на тракт для общего пользования короче говоря 12 верст пришлось двигаться по способу пешего хождения а довольно объемистый багаж нотную библиотеку взялись перевезти на себе в тележке одна местная крестьянка с дочерью по прибытии в монастырь настоятельницы которого состоит игумене Таисия руководитель курса не теряя времени точно приступил к своим занятиям да и нельзя было терять этого времени несмотря на неблагополучие о котором сказано выше в монастырь собралось до 150 учительниц церковно-приходских школ Череповецкого и соседних уездов как вдруг мирное течение занятий нарушается радостной вестью о предстоящем прибытии отца Иоанна Ильича Сергеева этот слух оказался справедливым причаливший к пристани барки пароход привез желанного гостя измученной эпизоатии растерявшейся от экономической беды крестьяне в неожиданном прибытии пастыря видели спасение свыше на электризованной веру и изможденное несчастьем толпа окружает батюшку сходящего по трапу с парохода в безыскусственных выражениях рассказывает о своем горе и просит помощи заступничество молитвы шум гам крик беспорядочные возгласы стеснящаяся толпа сначала как бы расстраивает отца Иоанна он словно не хочет тут же сейчас помочь окружающим но вот его нервное словно утомленное как бы недовольное лицо проясняется пастырь уже понял чего хотят от него просители и что гораздо важнее он внутренне духовно уже знает что Бог поможет просителям нервно резко отрывисто он приказывает подать большой чан надо ли говорить что приказание исполняется все это не в одну минуту колоссальная толпа окружает молитвенника и тут же мучит наскоро согнанный скот казалось бы основное условие ветеринарной профилактики воспрещает сгонять скот стада в одно место во время всяких эпизоатий а тем более во время такой беды как сибирская язва но это так сказать с точки зрения человеческих знаний как бы то ни было в пораженной эпизоатии местности успели собрать приезду отца Иоанна множество скота начинает сам Олевин под открытым небом в такой так сказать необычной толпе людей и скотов скот окропили святой водой и замечательнейшая вещь батюшка непрерывно говорил будь здорово будь здорово затем нервно встряхнул головой он приказал открыть всех левые и сказал не бойтесь ничего не будет больше с этого дня с этого момента эпизоатию сняло как рукой во всей этой местности посещенной отцом Иоанном хотите свидетелей их сотни их тысячи все окрестные крестьяне весь монастырь где до 500 лист несет послушание все паломники этого монастыря встречавшие отца Иоанна напомни читателю что в данной местности было несколько зарегистрированных случаев смерти и людей от сибирской язвы после этого посещения после этой молитвы как рукой сняло всю эпидемию людей и животных почтенная настоятельница Леушинского монастыря Игумене Таисии имевшая счастье в течение более 35 лет состоять в самых близких духовных отношениях спасившим протоиереем отцом Иоанном Сергиевым после смерти дорогого батюшки опубликовала ниже следующие свои воспоминания о даре прозорливости каким был одарен от Бога великий молитвенник земли русской это было в конце 30-х годов тогда наш Леушинский монастырь еще не имел в Петербурге своего подворья где впоследствии мы часто и удобно виделись и беседовали с батюшкой мне приходилось с большим затруднением искать случай увидеть его и хотя бы кратко поговорить о чем нужно было так однажды пробившись попусту несколько дней в поисках такого случая при неотложной надобности побеседовать с ним я решилась идти на вокзал Балтийской железной дороги и лично попросить его дозволить мне доехать с ним до Араньенбаума для помянутой цели добрый батюшка не только охотно согласился но и сказал мне очень-очень рад беседовать с тобою ведь мы давно не виделись поиск тронулся и мы остались в купе только вдвоем мне он указал место по правой свою руку напротив нас ни вообще в купе не было такого началось беседа сердечная духовная откровенная а вдруг батюшка порывисто быстро поднялся на ноги не отходя от места где сидел и подняв правую руку вверх потряс ей в воздухе как бы гроза кому-то устремил взор вдаль вправо не в сторону и громко произнес да запретит вам Господь Бог сказал эти слова он перекрестился сел на свое место и с обычной своей краткой лукой посмотрел на меня и положив свою руку на мое плечо произнес что матушка ты не испугалась ли испугалась батюшка отвечала я но я сразу же поняла что вы запрещали бесам неужели вы их видите да матушка да но что об этом говорите лучше продолжим нашу беседу таким образом в этой беседе мы доехали до Араньенбаума батюшка направился на пароход идущий в Кронштадт а я с тем же поездом не выходя из вагона вернулась в Петербург утешенная и ободренная беседа с великим человеком имеющим власть на духа в злобу поднебесности второй подобный этому случаю могу привести следующий в день храмового нашей подворской церкви праздника святого апостола Иоанна Богослова всегда служил у нас батюшка отец Иоанн то это он приезжал на канун и ко всеночной выходил на величание сам считал атакис и канун затем оставался у нас ночевать и самый праздник совершал в соборне с другими священниками позднюю литургию в 10 часов вставал он всегда рано иногда в 64 и 5 писал проповедь или свои заметки а в 64 около 7 и 8 ехал свежиться на воздухе причем брал всегда с собой умение сопровождать его ездили мы обычно на острова где по утру живают всегда просто уединенно что при чистом свежем воздухе действительно составляло отдых и отраду пастырю окруженными стучами целого одни людьми и суетой это шестой батюшка потребляет за тайной созерцательной молитвы я знаю это никогда не нарушала ее никакими разговорами только если он сам заговорит со мной так однажды выехали на Николаевский мост а то заранее приказано было кучеру повернуть по надежу дорожную налево когда торопа наша поравнялась с шестовней на мосту мимо вдоль набережной с той стороны везли покойника другим гробом везла одна вошадь разошла даже не более восемь до десяти человек почему каждый должен был вязаним людям батюшка вдруг изменився в лице он просто наблюдел на погребальное шествие и так как оно шло по надежной параллельной с нашей паретой с моей левой стороны то ему пришлось наклоняться на мою сторону причем я не могла не выжить перемены в лице его наконец шествие свернуло первую линию батюшка не столько успокоился стал креститься пока она бросилась к мне произнос страшно умирать сиянице предположу что батюшка говорит о покойном узнав провожающих его гроб я спросил а вы знаете его батюшка он ответил мне та же как его то есть все еще не понимая ничего я пояснил ему свое предположение предавил что я никого из провожающих не знаю я тоже сказал но видит бесов радующихся погибли души пьяницы батюшка отец он в последние 18 лет первое же года 1891 когда он стал ездить на свою ровность в Суру стал заезжать к нам в Левушинское обиде лежавшем на плите невеликого обиде за реки Шоксен который он следовал выгодить с каналом Римской Системы до Волги додал своим небольшим пароходом святитель Николай до нашей монастырской пристани Барки он обыкновенно отсылал свой пароход обратно на родину ехал в наш Левушинский родитель застить или как выражается отдыхать и проводил у нас неделю времени или более для дальнейшего пути ему подавался пароход пассажирский большой местных компаний и Батюшка ежегодно проезжал на таковом по Волге хотя бы до Нижнего Новгорода или далее по его личному желанию и указанию я всегда бывал с ним в таких путешествиях и признаюсь по совести пассажирский это не было лучшими в моей жизни в духовном отношении при многих внешних неудобствах но об этих путешествиях ранее о препровождении времени проживания его забитого наших я опишу его с подозвольной отдельно теперь же возвращусь к нам личному целу когда в последующем случае ясно говорил что мы все подозрцатель этого великого пастора при всеми личным считаю просить читателей верить мне ибо с одной стороны такое побуждение может предководить мне и говорить неправильно усёбчиво уже предстоящего лица божия если бы я написал это признанно то еще можно было бы заподозрить меня как почитателю своей стороне субатушки но и то было бы очень несообразно и да я сама с ними нескорезно ставлю состоящую на рубеже мальдивы слишком осторожно в своих словах особенно относительно таких серьезных случаев итак я хочу рассказать следующее однажды мы с батюшкой ехали на пароходе по Волге он по своему обычу сидел на трапе с евангелем в руках и читал помещенные в конце его писал пир на русском переводе я тоже была на трапе далеко от него вдруг батюшка увидел меня сделан мне рукой знак чтобы я подошла к нему что конечно я охотно исполнила послушай матушка обратился он ко мне усаживая меня подо себя какой неправильный перевод я сказал выступление моем переведено я сказал движение моем это совсем не то я сказал восхищение восторге сил с тем удовольствия слова согласуется что вас дам Господу за все благодеяние ко мне батюшка добрые мои слова и опустив книжечку сидел молча пользуясь его спокойствием настроением и досуженными минутами я решилась высказать ему свою тревожную мысль загробную уши мою матерь которая расиспанировала грозных христиан к то же время сильно противилась моему уходу в монастырь и не хотела дать мне на это своего благословения меня привозила мысль не в ней не привык Господь возрех такое ее и корсу и вот я в описывании минуты спросил об этом батюшка он сказал мне молись за нее и продолжаю след неподвижаться вангелем в руках сосредоточенно смотрел куда-то сдать я уже более не повторяла вопросы и мы сидели с ним молча около четверти часа вдруг батюшка обернулся ко мне произнес твердо она помилана да никак не держала понять эти слова как ответ на мой вопрос считаю его уже поклончивым и недорожен у меня батюшка спросила все помилованы о ком вы это сказали да ты а сам спрашивала меня о своей матери возразила ну так вот я и говорю тебе что она помилована батюшка дорогой подорожаю я а вы говорите как получишь извещение свыше а покажем что-то ведь в подобных вещах нельзя говорить до извещения но это не шутит что не признает глубокую степень прозрения в этом пастыре до разновления казах строила чувство возвышенной души кто настоятельница Левышинского монастыря Утруния Таисия рассказывали об этом путешествие отца Иоанна Кронштадтского по России Дорогой батюш Попец Иоанн верный служитель церкви и строитель шестого стая обильно преисполнена благодатью Христа Воскресшего за время своего новолетнего пастырского деятельности посетил много местностей России исцеляет леса небезные и души сверой пропитающих к нему не должна же пересидеть всех мест когда приглашали дорогого батюшка развити горы и радости людей не должна пересказать каких отверждений он не бывал призывая на себя начальствующими и слежащими особенно много по сути духовных семинариях не возможно пересказать какие владельцы нами обществ и отдельных лиц освещающие молитвы аркет Иоанн мы приглашали вскрыли начиная царского дворца и кончили последние свежие крестьяне новбедника кажется без преувеличения может сказать два дня в Кронштадте в этой книге все обширные рейки в данном случае можно назвать скалбай одним сплошным приходом доброго пастыря Асталия в Кронштадте в Кронштадте он освещает место выбранное для построения на земной апатической больнице память императора Александра Второго освещает при ней в последствии больничную церковь освещает снова больницу осматривает ее во всех мельчайших подробностях беседует со всеми больными закладывает храм в азерковь память священного коронования императорских ведущих для совершения чиновной закладки приглашают отца Иоанна можно освещать новый храм сооруженный на месте разобранной береганной североской церкви в Канчанском приглашают опять отца Иоанна приглашают отца Иоанна освещать Виндадскую санаторию в Канчанском институте слепых что написано на улице в Петербурге по окончанию литургии обращаются к несчастным слепым пословом ожидания полного нежности ласки и горячей к ним учасливости он лично благословляет принимает деятельное участие в приобретении тысячеподового колокола сохранивает истинную курс и уберния благословляет благословляет священность изображения излучения на одной стороне колокола отливает надпись посвященную отцу Иоанна на другую изображение отца Иоанна сам колокол называет именно этого пастора Иоанн Пронштадтки отец Иоанн принимал деятельное участие в восстановлении вазоазерства Никифоровской обители находящихся среди почти непроходимых лесов в стильном безлюдном оланетском праве благодаря его заботам над святыми ночами преподобных Никифоров и Геннадия в обители снаряжается новая цельная рата освещая эту святую рату в далекую в лесу и пустынь приезжает сам отец Иоанн отец Иоанн служит в лечебнице в Москве освещая церковь Шестаковского общего сверху вебернии вместе с высшим духовенством приглашают на применение отца Иоанна его приглашают освещать в церковь в колене проказанных в янгурском лиле Кампетербургской вебернии он посещает проказанных снимается с ними в конкурте Константиновского Нежилого Института обращается к учащимся с живым сердечным теплым словом царем освещают храм в селе Кирминском в Бургского уезда находится на каждой северном лене храма в селе Аполлоки в Бургского уезда находится церковь лечебница Лепежина в Москве в московском примене слепых московской технической училищи императора Николая I разных столетней юбилей служит служить приглашает отца Иоанна вступает к храму в празднике и принесет эти петли сообщения Зовутся Витя Сайан Отец Иоанн присутствует на полувесовом мебелее фотографии Голика Его молитвы и благословения там произойдет глубозатрозательное впечатление Правляю в храме праздник коммерческого Санкт-Петербургского училища Слежит опять Отец Иоанн 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 осуществил Минзию охраной Верховской обители перед Вархангельском Кафедральном соборе перед церковь Зимнего дворца приглашает служить отца Иоанна в Финляндию в румыне с патрульской женской общины Лентура осуществляет опять там предельный храм при половине церкви в городе Иоанн Иоанн освещают предел города Луги открывают новые касса в Петербурге до совершения молодежки приглашают отца Иоанна после молодежки присутствовавшие на патрульске просят отца Иоанна снять с ними отец иоанн совершают належен по случаю закладки новой спасательной Оранбанской станции общества спасения на воду сведет належен отец Иоанн при открытии Санкт-Петербурге заняла политическую больницу совершают литургию в Петербурге на Монастуре в году это послушаться пришедший Остепард оборудовавшие на такие замерки вчера со скорым поездом Николаевской железной дороги прибыл в Москву Санкт-Петербурга протолировал отец Иоанн Сергию В течение дней отец Иоанн посетил многих своих подсчитателей знакомых и больных по которым совершал молитвию веселым струберским поездом отец Иоанн выехал обратно в Петербург Санкт-Петербурга Сенасты и наряда со скорым поездом Николаевской железной дороги при военносты протолировали отец Иоанн Иоанн Сергию Санкт-Петербурга Важал отец Иоанн А.